приветствуем всех зрителей канала крипто комманс как обычно в этот день мы подготовили для вас набор самых интересных и свежих а главное актуальных новостей из всего мира крипто и так сегодня в выпуске новости из крипто регулирования председатель cftc считает многие токены товарами глава палаты цифровой коммерции перьян боринг дала оценку анти крипто законопроекту сенатора элизабет уоррен генеральный директор ассоциации блокчейн кристин смит считает что политика вокруг крипто претерпевает изменения взломана децентрализованная площадка okx украдено более 400 тысяч долларов и завершает наш выпуск оперативный анализ текущей ситуации на рынке от джорджа танго оставайтесь с нами и так председатель cftc заявил что считает многие токены товарами в своем недавнем интервью cnbc сквокбокс председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами cftc ростин беном сделал важное заявление относительное регулирование криптовалют вопреки позиции председателя комиссии по ценным бумагам и биржам сек гэри генслера беном заявил что цитата в соответствии с действующим законодательством многие токены представляют собой товары конец цитаты и в данной ситуации расхождение взглядов на крипто регулирование у бенома и генслера является примечательным при этом беном в своем недавнем интервью развил слухи о разногласия с генслером он подчеркнул позитивные рабочие отношения сославшись на общей ценность и интересы в защите рынков финансовой экосистемы сша и в конечном итоге клиентов по мнению бенома задача является адаптация принятых десятилетия назад законов к быстро меняющемуся ландшафту технологий блокчейна говоря о необходимости четких принципов в области крипто бы он признал наличие пробелов законах и заявил о необходимости вмешательства конгресса для преодоления сложностей в легитимизации технологии блокчейна в общем очередной регулятор тянет в очередной раз на себя одеяло но для нас с вами это замечательная новость ведь главное чтобы регуляторы договорились и наступила ясность также не менее важно что регистрация товаров гораздо легче чем регистрации ценных бумаг но и конечно же хоть это и небольшой но все-таки гвоздь в деревянную крышку могущество и репутации гэри генслера зарекомендовавшего себя очень неконкретным и даже мутным противником крипто продолжает наш выпуск интервью главы палаты цифровой коммерции перри анборин в котором она открыта и без купюр дает оценку анти крипто законопроекту от сенатора илизабет уоррен прежде всего это нужно называть тем чем это на самом деле является законопроект по борьбе с отмыванием денег сенатора илизабет уоррен с успехом запретит криптовалюту в соединенных штатах что нанесет непоправимый вред нашей национальной безопасности деньги с открытым исходным кодом технологии блокчейн а являются передовыми технологиями они критичны для национальной безопасности и того что мы остаемся лидерами в этом и путем запрета этих технологий на самом деле то что и делает этот законопроект она лишь засовывает голову в песок тем временем пока наши противники остальной мир пытаются эти технологии возглавить тем самым илизабет уоррен запустила очень опасный разговор результатом которого могут вылезти очень опасные последствия почему это так преследуют банки почему ни единого технического эксперта не было привлечено это очень серьезный вопрос который нужно решить перед тем как сенат пойдет дальше позже отвечая на вопросы ведущей перри анборинг делает одно и очень важное заявление согласно которому во время недавно прошедших слушаний в сенате активно выступающие против крипто такие тяжеловесы как и генеральный директор джи пи морган чейс джимми даймон и та же сенатор элизабет уоррен буквально не понимают как работает технология предлагая совершенно невыполнимые условия требования и здесь перри анборинг делает очень важный вывод составлять такие законопроекты и возглавлять решающие комитеты должны люди которые понимают и разбираются в этой технологии что абсолютно логично и правильно и самый главный здесь вывод что диалог обсуждение а самое главное направление дальнейшего движения у защитников крипты есть а нам с вами остается только надеяться что они осилят эту борьбу и смогут защитить перспективную технологию в битве с закостенелыми динозаврами следующем в нашем выпуске идет интересное интервью генерального директора ассоциации блокчейн кристин смит на bloomberg tv в котором она делится своими ожиданиями на двадцать четвертый год на основании основных событий в 2023 кроме того кристин делает анализ ситуации в которой голова одного из крупнейших банков джипи морган по сути выступает на одной стороне вместе с сенатором элизабет уоррен в желании запретить крипто которая при этом ранее открыто выступала против образования крупнейших финансовых банков в том числе и джипи морган давайте послушаем недавний проигрыш сути против ripple в том числе вынуждает более серьезно рассматривать комиссии по ценным бумагам и биржам заявки нас под биткоин и т.ф. очередной дедлайн который должна будет выдержать сек наступает в январе поэтому одобрение могут произойти уже в любой момент кроме того очень многие заявители провели очень конструктивные встречи обсуждения своих заявок вместе с сек поэтому значительное количество оптимизма и надежд имеет место при этом я также думаю что как ты сама и сказала 2023 год был не самым лучшим для крипто но дело в том что он почти закончился но я думаю что этот год задает тон тому что похоже что плохие актеры из индустрии были убраны а то что осталось будет сосредоточено на самой технологии поэтому мы наблюдаем значительное количество оптимизма не только вокруг биткоина а также институциональных инвесторов но и именно в самой технологии крипто то что она может принести людям и не только в сфере финансов но и того как взаимодействуют люди посредством сети интернет с нетерпением жду 2024 как тяжело будет научить власти имущих когда одни из наиболее влиятельных топ-менеджеров внезапно в банковской сфере так как и джимми таймон говорят что если бы у него была власть он бы закрыл bitcoin да вы знаете было интересно наблюдать то что джимми даймон оказался на одной стороне вместе с элизабет уоррен ведь она по идее должна бороться с большими банками так что связь была очевидна поэтому такие заявления скорее вызывают удивление и скорее движение глаз на лоб когда делают заявление люди которые похоже не разбираются в технологии также противоречиво видеть таких людей выступающих совместно на одной стороне но я эту ситуацию рассматриваю как запуск начала разговора это позволит нам прийти в сенат и поговорить на эту тему ведь пол дела в том чтобы привлечь к этому внимание отвечающих за законодательство людей так что в этой ситуации я вижу отличную возможность кристин ты умница держим за тебя пальцы крестиком и надеемся в победе здравого смысла что же касается элизабет уоррен то скорее всего бумеранг не еще вернется децентрализованная биржа okx подверглась взлому украдено более 400 тысяч долларов а данном взломе стало известно когда пользователи заметили несанкционированные транзакции с кошельков ранее авторизовавших для транзакций dx okx китайский журналист колен ву обратил внимание на инцидент и сообщил что во время взлома были опустошены несколько кошельков связанных с dex okx в своем твиттере ву сообщил что хакер использовал право управления заброшенным контрактом маркет-мейкера okx dex взлом прав на управление контрактом позволил злоумышленнику получить доступ к 18 адресам ранее одобрившим контракт для торговли токенами эксплойт организованной путем манипулирования закрытым ключом учетной записи администратора прокси сервера fcf3 позволил злоумышленнику обновить прокси контакт dex довредоносной версии что и привело к немедленному выводу средств пользователей признав факт взлома dex okx оперативно приняла меры по нейтрализации дальнейших потерь скомпрометированный прокси адрес был удален буквально через несколько минут после инцидента что потенциально предотвратило потерю большего объема средств несмотря на атаку цена собственного okx токена okb остается вполне стабильно и держится на уровне 57,85 доллара добавим что несмотря на всю перспективность децентрализованные биржи остаются большим риском и особенно для маркет-мейкеров предоставляющих свою ликвидность поэтому универсальным правилом для минимизации риска может быть следующее никогда не оставляйте открытые разрешения для своего основного кошелька а еще лучше минимизируйте свое представление ликвидности децентрализованным финансом закончили нужные операции переводите токены на кошелек у которого нет никаких открытых разрешений используйте аппаратный кошелек и спите спокойно и завершает наш выпуск аналитика происходящей ситуации на рынке от джорджа танго последующие несколько минут джордж поделится с нами своим опытом в отношении того как следует воспринимать текущую ситуацию на рынке что следует и чего не следует делать для того чтобы в погоне за прибылью не потерять еще больше но не забываем что решение мы должны принимать осознанно и самостоятельно а все что будет сказано сейчас это не финансовый совет и так джордж что там по рынку всем привет с вами джордж по результатам сегодняшнего заседания фрс люди ожидают сокращение ставок никаких больше поднятий а сокращение сокращение и сокращение таким образом результат дня может быть очень позитивным но знаете в чем дело кто знает люди всегда тревожатся они всегда беспокоены тем что говорит пол может он скажет какой-то намек или подсказку я не знаю но я знаю ребята вот что bitcoin будет сильно расти должен ли он продолжить движение выше да но иногда для этого нужно немного передохнуть и я знаю даже включая меня самого и вас ребят многие из вас хотят видеть как bitcoin продолжит рост вверх вверх и только вверх никогда не спускаясь но это работает не так будут периоды откатов будут периоды падения а иногда будут такие моменты которых никто никогда не ждет такие как сквизы лонг сквизы какие-то манипуляции это повсеместно и будет всегда и обычно это происходит перед тем как образовать следующие то просто ну то есть это происходит всегда ребята помните я вам показывал графики с 20-30 процентам падением потому что обычно что за ними следует это новый это просто вот как это работает поэтому эта ситуация может быть на самом деле очень хорошей это может быть такой небольшой миниатюрной встряской перед тем как bitcoin приготовиться достигнуть 48 тысяч долларов и да это как раз и может быть той самой ситуации почему что ж да потому что когда ты засомневался взял и с крупным масштабом поигрался а еще потому что согласно двум самым важным индикатором или сигналом mvr vz а также фибоначчи совместно когда вы посмотрите на крупный масштаб то поймете никаких проблем но также на крупном графике вы можете увидеть что есть некоторые уровни в котором bitcoin стремится направиться и в данном цикле где-то между 47 и 49 тысячами долларами мы видим такой уровень не обращая внимание на то что мы достигли почти 44 или даже 45 тысяч мы скатились за 41 поэтому является ли нелогичным поехать для биткоина вверх к 48 49 к концу года к концу этого месяца конечно же нет это не нелогично это может быть прям буквально вот сейчас буквально завтра и конечно же ребята вы знаете чего мы с вами ждем так мы ждем удобрения spot bitcoin и тех и конечно же события халвинга и конца цикла где bitcoin может достигнуть 220 тысяч долларов согласно информации от этого аналитика и кто знает может быть мы достигнем это даже раньше а затем отправимся напрямую к 420 тысячам мы не знаем но я знаю одно что говоря в целом когда мы видим небольшую волатильность после хорошего прыжка это абсолютно нормально но я также знаю что обычно после того как происходит подобная волатильность до обычно после этого происходит следующий этап роста и он может быть буквально за углом ясно так что не вздумайте бояться ребят вы знаете мою позицию я об этом вам всегда говорю не пугайтесь не ведитесь на эту волатильность понятно продолжайте держаться накапливайте через усреднение и разрешите прибылим идти навстречу вам 10x для биткоина является ли возможным да все еще в рамках очень вероятных возможностей даже с учетом того что это может произойти не в этом цикле главное дольше вы держите больше bitcoin идет вверх джордж спасибо тебе за поддержку ты как маяк в сложных метеоусловиях хотя пожалуй сложно назвать эти метеоусловия сложными так небольшой туман даже дождь не капает в любом случае запомните главное да иногда бывает очень тяжело но именно так и работает психология толпы как буквально вчера упоминал алисио растания покупать нужно именно тогда когда этого очень не хочется хотя знаете иногда бывает это очень правильное чувство в любом случае желаем вам отличного трейдинга невероятных иксов и надеемся что данный выпуск был вам интересен и полезен а если это так то вы знаете что нужно сделать лайк подписка и комментарий всем удачи до следующей встречи всем пока